Цены на недвижимость за последнее время выросли практически в два раза. Всему причиной, конечно, льготная ипотека, доступное жилье, ну и девальвация. Люди стремятся защитить свои деньги, свои накопления в бетоне. Это, казалось бы, самый надежный способ. Но давайте посмотрим, стоит ли сейчас покупать квартиру, и почему я не буду торопиться этого делать, почему я жду стагнации на рынке недвижимости. Ну, во-первых, ради интереса можно посмотреть, как чувствовал себя рынок недвижимости, в прошлый кризис, смотрите, 14-й год, когда у нас был тоже период девальвации, присоединение Крыма, неопределенность, люди тоже побежали в недвижку. Затем на протяжении практически 10 лет, ну, 8 лет была стагнация. Потом в 2021-2020 году, когда снова пандемия, снова неопределенность, начал расти спрос, начала расти цена за квадратный метр. В общем, сейчас мы видим рекордные значения за всю историю, и недвижимость стоит очень дорого. Тем не менее, спрос остается, казалось бы, высоким, да, обводятся новые объекты, застройщики продолжают строить. И к чему это может привести, мы сейчас посмотрим. Для начала, вот здесь, например, средний уровень цены на жилье за квадратный метр, это около 260 тысяч рублей, но я вот на прошлой неделе буквально смотрел в более-менее нормальных районах в Москве, в районе, там, значит, внутри МКАДа, да, не за МКАДом, если смотреть, внутри Москвы, стоимость жилья 339 тысяч за квадратный метр. Ну, 300 тысяч, такой средний квадратный метр стоит в Москве. Это достаточно дорого, и, ну, вот, например, двушку столицы продают в среднем, там, 21-25 миллионов. То есть, это достаточно дорого, и если сравнить, там, с другими городами в мире, да, то доступность жилья такая же, как в Гонконге, Пекине, Бангкоке, Праге или Рио-де-Жанейро. То есть, в Москве одна из самых дорогих цен на недвижку. Ну, на самом деле, если посмотреть другие города, например, Казань, Уфа, то творится то же самое, недвижка стоит очень дорого, и всему виной, опять-таки, неопределенность, потому что недвижимость, она вроде бы как надежно растет в цене, и для меня сейчас очень важный вопрос, да, стоит ли брать сейчас, обновлять жилье, потому что только с этой целью я рассматриваю покупку недвижимости, ни в коем случае никак спекуляцию, потому что на этом уж точно не заработать много, там, максимум 4% годовых выходит. Для меня важно обновить, например, жилищные условия, и я решил таким вопросом задаться, не будет ли спада регрессии какой-то на рынке недвижимости. Я нашел такую интересную статью, даже, наверное, не статью, а статистику от Дом.РФ. Такой большой файл, на самом деле. Мы сейчас посмотрим, какие есть очень-очень опасные сигналы, которые говорят нам о том, что, скорее всего, рынок недвижимости будет переживать кризис в ближайшие годы, и как мы увидели уже вот на этом графике, да, цена, скорее всего, будет постепенно снижаться. Но будущего мы не видим, поэтому посмотрим, что у нас говорит Дом.РФ, который раздает ипотеки. Они говорят, что до 26-го года запасы возводящегося жилья, они будут хватать до 26-го года. Вроде звучит все хорошо, да, то есть всем хватит жилья, это замечательно. Тут много новых запусков. Рынок вышел из состояния избытка предложения, даже говорит Виталий Мутко, да. Все помнят, кто такой Виталий Мутко. А сейчас он возглавляет Дом.РФ. И они сделали такую статистику, где я хотел бы обратить внимание на следующий слайд. Портфель строящегося жилья вырос 105-106 практически миллионов квадратных метров на 1 ноября 2023 года, и это максимум с 2020 года. То есть жилья строится очень много сейчас. Застройщики на хайпе, это и ЛСР, это и ПИК, это и Талон, это и самолеты всякие. В общем, хорошо зарабатывают, акции растут, используют это льготное кредитование, плюс забивают людям голову тем, что там ипотека под 1%, на самом деле, просто увеличивает стоимость этой ипотеки. А неграмотный народ, который не умеет считать, чаще всего берет под 3-5 ипотек, и потом, соответственно, у них возникнет сложная ситуация с оплатой этих долгов. Ну и еще, если посмотреть такую просто сухую статистику, 2,5 года – средний срок строительства дома. То есть, если вы решили на этапе фундамента зайти, допустим, то 2,5 года, пожалуйста, подождите, и будет вам замечательная прибыль. Но помним, да, про 26-й год, что до 26-го года жильем все обеспечены. То есть, если, грубо говоря, сейчас покупать и на 25-й год рассчитывать, то удастся ли продать эту квартиру? Это первый вопрос. 70% – ну, нам это ни о чем не говорит, в принципе. Я хотел бы посмотреть на долю проданного строящегося жилья, и вот эта доля сохраняется на отметочке 30%, друзья. То есть, смотрите, какая ситуация. Получается, что застройщики возводят новые объекты, и только 30% из них продаются. Большая часть стагнирует, находится, соответственно, в стадии непроданного, и это рискует вызвать профицит на рынке жилья и огромное количество квартир, которые не будут проданы. Таким образом, мы можем увидеть следующую ситуацию, что просто в один момент, в один год, это 25-й, 24-й год, ну, наверное, больше 25-й, 26-й, на рынке будет обвал цен на недвижимость. Причем он будет не таким образом, что, как я уже написал у себя в Телеграм-канале, не будет дешевле купить у застройщика, не будет доступней, но мы увидим, во-первых, анфискацию квартир у ипотечников, которые не могут платить по своим долгам, а во-вторых, мы увидим огромное количество выгодных предложений о покупке на вторичном рынке. Если будет дешевый вторичный рынок, это как раз-таки те квартиры в ипотеку, которые были либо изъяты, либо оказались тяжелым грузом для покупателей, они хотят быстрее от них избавиться. Если мы увидим вот такое вот большое предложение на вторичном рынке, то и застройщикам будет тяжело. Я, как минимум, как инвестор, жду обвала акций застройщиков в ближайшие два года. Ну, а затем уже выгодные предложения на рынке недвижимости. Еще такой важный, очень важный график, вот его искал. Запущенные в этом году проекты только начали продавать, а введенные в эксплуатацию дома распроданы более чем на 70%, пишет нам Дом.РФ. Но при этом давайте посмотрим на соотношение. И тут мы увидим, что не продано из текущего, на 1 ноября 2023 года объем жилья в стадии строительства уже не продано 70%. Вы понимаете, друзья, что здесь очень-очень плачевная ситуация. Несмотря на то, что жилья вводится много, хотя это никак не связано, его продается не так много, как вводится, и 70% квартир стоят пустыми. Мы рискуем увидеть, ну, наверное, это не в столице, но вот там дальневосточная какая-то ипотека, да, или какие-то регионы в регионах. Увидеть такую ситуацию можем, что будут стоять просто пустые дома. Как это происходит в Китае? А в Китае, кстати, ситуация такая же. То есть там построили целые города, и они стоят пустыми. Туда не заходят там бизнесы никакие, потому что их строили заранее в надежде на то, что вот эти полтора миллиарда китайцев, они продолжат увеличиваться очень быстро, но там произошел демографический кризис. Таким образом, в домах просто некому жить, да. Они какие-то куплены, какие-то пустые стоят, там где-то пару квартир куплено в домах, и при этом китайцы, ну, их не так много, как этих жилплощадей, да. Вот, и, собственно, мы увидели в прошлом году вопросы. До сих пор они продолжаются с Country Garden застройщиком, да, с другими застройщиками в Китае, у которых проблемы. То же самое мы можем увидеть и в России. Но есть один-один существенный момент, который может помочь рынку недвижимости, так же, как и российскому бюджету. Это повальное ослабление рубля. То есть если доллар полетит на 150, на 200, то спрос продолжится даже при высокой ставке. Сейчас Центробанк у нас установил ставку ключевую, да, на 15%. Причем буквально через 10 дней должно быть еще одно заседание Центрального банка, где ставку должны повысить. И высокая ставка, она не играет на пользу ипотекам, кредитам, спросу, деловой активности, покупательской способности. Высокая ставка на отметке 15% — это торможение всей экономики. И посмотрите, 14-й год. Давайте сравним вот эти два графика. Вот, пожалуйста, у нас 14-й год, когда задрали ставку. Давайте посмотрим, что было. То есть здесь максимально на росте ставки спрос и рост недвижимости. И затем, видите, вместе с ключевой ставкой до 20-го года цена падала. Ну, ладно, до 16-го, до 17-го года падала. Потом началось медленное восстановление. То есть кто считает, что там покупка недвижимости — это супервыгодная история, что там можно взять ипотеку, потом заработать, продать там или сдать в аренду. Это на самом деле такой большой-большой вопрос, потому что есть вот эта вот циферка, да. Но эти все последствия мы, скорее всего, увидим ближе к концу 2024-го, в 2025-м году, когда высокая ставка от Центрального банка уже приведет к рецессии внутри РФ. Спасет только ослабляющийся рубль и рост доллара. Но это будет не на пользу, опять-таки, тем, кто зарабатывает деньги в рублях, потому что зарплаты-то так быстро не растут. Вот такая вот ситуация, друзья. В Телеграм-канале дал тоже свой комментарий по этому поводу. Тут очень полезная информация присутствует. Так что подписывайтесь на Телеграм и всем удачи!